Приветствую, меня зовут Артём Первушин, вы на канале по инвестициям на фондовом рынке. В этом видео разберемся, что происходит интересного на российском рынке, что по новостям, к чему готовиться, что ждать, что будет дальше. Начнем мы с того, что посмотрим, что с рынками в последнее время вообще происходило. С конца прошлого года российский фондовый рынок вырос практически на 50%, в моменте откатывается, но рост значительный. Однако, не спешите радоваться, этот рост в первую очередь связан с обесцениванием курса рубля. Если посмотреть российский рынок в долларом и выражении, он где-то у дна до сих пор валяется, особо никому и не нужен. А вот что касается рубля, так рубль обесценивается, действительно, курс доллара летит в космос, ну и за счет этого, по сути, растет российский фондовый рынок, в долларах оставаясь где-то на дне, как я уже только что сказал, вот в рублявом выражении неплохо подрастает. Пойдем по новостям, пройдемся, но перед этим напомню, что по ссылке в описании будет регистрация на брокер БКС с реферальным бонусом. Вы по ссылке внизу за 5 минут можете открыть брокерский счет у топ-1 брокера в России по объему клиентских активов. Поскольку этот брокер предлагает лучшие условия, крупные инвесторы выбирают, и трейдеры в том числе, выбирают именно этого брокера, без комиссии вообще вы откроете счет за 5 минут, просто по ссылке внизу он будет стоить 0 рублей в месяц, и вы не будете платить вообще никаких комиссий за покупки активов. Я вот, например, на других рубриках в рамках данного канала, когда покупаю активы через БКС, не плачу комиссии вообще, то есть я им ни копейки не заплатил за все время, сколько вот вы можете посмотреть, я введу инвестиционные рубрики на этом канале. Это топ-1 брокер в России, и реферальный бонус по ссылке внизу, за вами закрепится персональный менеджер Сергей, он вам позвонит после того, как вы счет откроете, познакомится через какое-то время, когда до вас очередь дойдет, всех будет обзванивать. И кроме того, его контакты будут в вашем личном кабинете, чат не будет в вашем личном кабинете, это бесплатный финансовый консультант, по любым вопросам проконсультирует, и портфель поможет составить, и активы переведет. Топ-1 брокер в России, рекомендую пользоваться именно им. Что ж, давайте поехали, смотрим, что интересного происходит с рынком. ЦБ почти в 10 раз увеличит сумму ежедневных продаж валюты в сентябре. Пытаются всеми силами удержать слабеющий рубль. Но для того, чтобы понимать текущую картину и что будет, скорее всего, дальше, давайте посмотрим немного на прошлое. В момент введения санкций в отношении России резко подорожал доллар, вернее, подешевел рубль. С 77-78 рублей на разных биржах до разного значения он скакал. Вот у меня даже 150 здесь показывает. Я лично видел 120. После чего были введены с стороны Центрального банка ограничения в отношении обращения наличной валюты. Было сложно купить доллар. Поднялась ставка ключевая до 20% пунктов. Это было сделано для того, чтобы население все поголовно не пошло скупать доллары, распродавать рубль. Если бы это случилось, то, по сути, прогноз, грубо говоря, то, что рубль обесценивается, доллар по 200, по 500, по 1500, этот прогноз был бы самосбывающимся. Люди сами с собой, продавая рубль, его бы демпинговали, отдавая за бесценок. Центральный банк прекратил это. На раннем этапе панику все унял. И курс обратно откатился. Правда, это чуть-чуть затянулось. И он упал еще и ниже своих предыдущих значений до 50 рублей. Но понятно, что если рубль типа подорожал, рубль типа сильная валюта, и за 50 рублей можно было купить доллар, очевидно, что это происходило только внутри России, где доллар, в принципе, был никому не нужен. За границу можно было небольшие деньги выводить, но понятно, что когда речь идет о каких-то крупных деньгах, они находились внутри страны. Рубль типа дорогой, но его просто нельзя потратить за границей в большом объеме. Грубо говоря, по этой причине он и был дорогой. Постепенно ограничения снимали, до сих пор их постепенно снимают. И мы видим закономерное взрастание курса доллара, при том, что он сейчас постепенно подрос уже к значению в 100 рублей за доллар, при том, что до введения санкций был на отметке в 77, я напомню. То есть, к чему я вас хочу подвести? К тому, что А. Центральный банк может сдержать курс только в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе, если он его будет удерживать, 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 в какой-то момент резервы кончатся, методы влияния на рынок кончатся. И, ну, понятное дело, что можно на законодательном уровне даже запретить обращение валюты навсегда, но, понятно, будет черный рынок и там 500 других способов. Будет просто официальный курс, другой курс. К чему я это говорю? Курс Центральный банк сдерживает на короткой дистанции. На длины не может. И мы видим, что просто выбирается политика медленного, плавного обесценивания. То есть, резкие всплески, резкие пики они пытаются сгладить. И вот таким образом у нас уже 100 рублей за доллар. Если так продолжится, очевидно, дистанции рубль все сильнее будет дешеветь. Но как только достигли отметку в 100 рублей за доллар, Центральный банк зашевелился и снова начал активность. Он поднял ставку ключевую до 12% и объявил, что почти в 10 раз увеличит сумму ежедневных продаж валюты, чтобы сдержать обесценивание курса рубля. При том, что обратите внимание, как только ставка поднялась до 12%, давление на рубль упало, он типа подорожал на 10%, но после этого в течение нескольких дней курс обратно к отметке в 98% устремился. Чуть-чуть сейчас снижается, но тем не менее, какого-то значительного эффекта поднятия ставки до 12% не оказало. Обращая внимание, может быть, в 10 раз больше продажа валюты повлияет на рынок, однако здесь сразу уточняется, что эта валюта, она лишь будет способствовать удовлетворению спроса и снижению волатильности на валютном рынке в этот период. То есть в Центробанке ожидают, что в период с 14 по 22 сентября будет большой спрос на валюту, и они увеличивают ежедневные продажи для того, чтобы этот спрос предотвратить. То есть это происходит не для того, чтобы опустить курса, для того, чтобы также не дать улететь ему в космос. Окей, идем дальше, смотрим, что происходит дальше. Аукцион по размещению ФСЗ 52005 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, говорится в сообщении Минфина. Это у нас облигации были с купоном, с погашением 11 мая 2033 года, то есть с 10-летней облигации, с доходностью в 2,5% годовых. Я так понимаю, что это сверхинфляция. Никому 2,5% годовых, обещание выплатить 2,5% годовых от Минфина, видимо, не нужны. И отсутствие заявок по приемлемым ценам наблюдалось. Облигации никто особо и не покупал. Дальше. Индекс гособлигаций. На фоне того, что происходит увеличение ставки процентной до 12%, облигации снижаются в цене. Очевидно, что те облигации, которые были выпущены в прошлом, они также, доходность по тем облигациям государственным, также будет стремиться к 12% годовых, поскольку нет смысла держать облигации с доходностью в 8% годовых, если у нас сейчас ключевая ставка 12. Продаются облигации с доходностью в 8%, деньги инвестируются по более выгодным условиям. Это приводит к тому, что цены на облигации падают, и вот примерно до отметки в 12% годовых по купонам. Ну и что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, что цены на облигации стремятся на дно, и обращая внимание ваше, когда в прошлом были подобные снижения, в момент введения санкций вот на этой панике. Окей, если мы это не учитываем, то в 2014 году при вот этом вот кризисе 2014 года было нечто похожее. Ничего хорошего тут не наблюдается. Дальше, ВТБ прогнозирует рекордный для российского рынка выдача ипотеки в июле-сентябре. То есть люди смекают, что инфляция повышается, люди смекают, что рубли обесцениваются и стараются быстрее купить какие-то активы. В первую очередь, недвижимость. Рассматривать недвижимость на фондовый рынок смотрит все еще достаточно малый процент населения. Вот недвижимость знают все, недвижимость, понятно, все. Мы вот не хватает денег купить квартиру, пытаются ухватить хотя бы в ипотеку. Это, наверное, правильная стратегия. Вопрос только в обеспечении этих ипотек. Я надеюсь, что большая часть людей все-таки смогут их выплачивать. Тут еще вопрос, под какие проценты ипотеки дают. Вот кто в России живет сейчас, напишите в комментариях, дают ли до сих пор льготные ипотеки. Я вот, например, одну квартиру купил по льготной ипотеке, что-то 2% годовых всего лишь. Очевидно, что с текущими новостями с тенденцией обесценивания рубля я просто бесплатно получил квартиру. Он там взнос небольшой начальный заплатил. Люди понимают, что нельзя хранить деньги в валюте, пытаются скупать активы. Вот на недвижимость пошел спрос. Притом, обращаю внимание, что даже на фоне рекордных выдач ипотек цены на недвижимость в космос не улетают. Они все еще не вернулись к, так назовем, докризисным уровням, досанкционным уровням. Даже в рублевом выражении. То есть я даже долларовое сейчас не хочу включать. Это в рублевом выражении все еще не дотягивает. Очевидно, было еще вот в этот досанкционный период, что рост с 2018 года, ну сколько там, не в два раза, да? Ну практически в два раза недвижимость выросла за 5 лет. Этот рост феноменальный. И на российском рынке недвижимости надувался пузырь. Видим сейчас, что по всем фронтам, по всем показателям, скорее всего, этот пузырь не будет лопаться. Он медленно сдуется за счет того, что даже на фоне рекордных покупок недвижимости цены растут не сильно. И я надеюсь, по крайней мере, что в ближайшее время они не будут сильно расти. Поскольку если рубль обесценивается, цены на недвижимость растут не сильно, это поможет охладить рынок, это поможет сдуть образовавшийся ранее пузырь. Я надеюсь, что именно так будет решен этот вопрос. Но пузырь, он был образован не без участия льготных ипотек и различных там каких-то субсидированных ипотек под 0,1%, под 0,01% кто-то брал. Вот у меня получилось один раз взять по 2%. Хотя я особо и не стремился к низким процентным ставкам. Они там выдавались на конкретные объекты, там было достаточно много условий, но тем не менее такие предложения присутствовали. На фоне этого росла цена, очевидно, что чем дешевле ипотека, тем дороже можно задарать начальную цену. Это способствовало росту первичного рынка недвижимости. Там вот дисбаланс такой произошел. Я как инвестор в недвижимость могу про это говорить много, но давайте остановимся на том, что люди скупают недвижимость, цены растут относительно не сильно. И нет, пожалуйста, уберите мне эту рекламу. Доля рубля в расчетах за экспорт превысила 50%, сообщила ФТС. Доля рубля в расчетах за российский экспорт уже превысила 50%, а в целом во внешней торговле РФ составляет более 3%. Обращаю внимание, что по сути в рублях или в долларах мы торгуем, разницы как таковой нет. Поскольку если я покупаю, допустим, российскую нефть из-за рубежа, допустим, за рубли, я должен купить эти рубли, очевидно, спрос на рубли повышается. Но нет никакой разницы, если я, допустим, в долларах заплатил за эту нефть, а уже внутри России эти доллары были бы проданы на рынке. То есть, по сути, то же самое. Если я сейчас продаю рубли, вернее, если я сейчас покупаю рубли, это значит, что я продаю доллар за рубли. Если бы я сначала отправил там в Россию доллары, а уже в России были бы эти доллары проданы за рубли, то есть, то же самое. Внутри России покупались бы рубли за доллары. Нет разницы абсолютно никакой. Единственное, что в разные периоды будет влияние. Там рубли закупаются, допустим, для расчетов в рублях за экспорт, закупаются в другой период, нежели если я сначала валюту отправляю, а потом уже компании этой валютой думают, как распоряжаться, в какой момент продавать, в какой момент поддержать валюту. Но в целом влияние ровно то же самое. Тут вопрос в объеме экспорта, в объеме поступления валюты внутрь страны. Дальше смотрим. Экономика России в 2023 году вырастет более чем на 2%. Тут без комментариев, ничего прокомментировать по этому поводу не могу, хотя там дальше новости у нас будут по этому поводу, которые немного противоречат этому заявлению. Напишите в комментариях, что думаете по этому вопросу. Орешкин заявил, что пик ослабления рубля пройден. Рынок прошел пиковое значение. В ближайшие месяцы на рынок будут поступать более высокие объемы валютной выручки от выросших цен на экспортные товары, что с учетом снижающихся объемов импорта, товаров и услуг, а также эффекта подповышения ключевой ставки и ужесточения макропроданциальной политики сформирует избыток валюты на рынке. А вот здесь тоже небольшая несостыковочка как раз таки с тем, что доля рубля в расчетах за российский экспорт превысила 50%. То есть, если в рублях уже деньги поступят на счет, нечего будет продавать. То есть, уже было продано все, что можно было продать в прошлом. Ну, как минимум половина этой выручки, судя по новостям, поступит в рублях и продавать будет, ну, как минимум, не сказать, что нечего, да, но объемы, скорее всего, будут не те, которых может кто-то ожидать. Глава ВТБ не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки. То есть, ключевая ставка теоретически может быть еще сильнее повышена, но мы видим, что рубль не спустился к отметке в 80, к отметке в 70. Вот все еще находится возле сотни. И, по всей видимости, ставку будет процентно повышать, если рубль дальше будет обесцениваться. Забербанк в августе выдал рекордный объем ипотеки. Снова возвращаемся к рынку недвижимости. Да, люди скупают недвижимость, а это означает, что инфляция растет. То есть, люди избавляются от денег, они не желают хранить свои сбережения в рублях. Они пытаются скупать активы. То есть, кто-то на рынке акций инвестирует. Мы видим, что на фоне обесценивания рубля акции дорожают. Кто-то скупает недвижимость, потому что знает только такой способ инвестирования. У кого денег очень мало, они скупают просто все подряд. Велосипеды, телевизоры, телефоны. Понятно, что это вызывает инфляцию. И на дистанции это как раз-таки значительно скажется. Центральный банк, скорее всего, будет удерживать ставку на уровне 12%. В ближайшие месяцы пишут эксперты. Ну, вот противоречивое немножко у нас заявление. То ли будет повышать, то ли удерживать на отметке в 12%. Но удерживать на отметке в 12% это имеется в виду, скорее всего, что не ниже 12%, а повышать, то может и повышать. Годовая инфляция в России в августе ускорилась до 5,15%. Обращаю внимание, что здесь по росту ОВП была статистика или нет. Видимо, она будет дальше. Причем, кстати, в статье приводятся данные, что стоимость услуг снизилась на 0,3%. Я вообще никогда, нигде, ни разу не видел, чтобы стоимость услуг где-то понижалась. Вот где-то они нашли понижение на 0,3% стоимости услуг за месяц. Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Будет интересно почитать. Центральный банк снял ограничения для банков на продажу наличной валюты населению. Зачем? Почему? Видимо, оно не особо работало. Там были ограничения, что наличную валюту банки могут продавать только то, что поступило в их кассы, получается, с 9 апреля 2022 года. Правильно я понимаю? Банки могут продавать доллары и евро, которые поступили в их кассы до 9 апреля. Да, до этого они могли продавать только то, что поступило с 9 апреля 2022 года. Но, видимо, за этот период поступило достаточно валюты, и особо это ни на что не повлияет. Центральный банк снял эти ограничения. Дальше. Активность частных инвесторов на Московской бирже в августе стала рекордной. То есть люди покупают, как я уже сказал, активы и избавляются от рублей. Это говорит о том, что инфляция будет достаточно высокой. Так, это у нас тоже статья про продажу валюты. Пытаются укрепить рубль. Не знаю, может быть, пытаются повторить свой успех, в кавычках, 2022 года, когда получилось подобными мерами сдержать рост курса доллара, как-то усилить рубль. Но я так скажу, что очевидно, если, например, сейчас Центральный банк ставит, не знаю, 100% ключевую ставку, чтобы люди вообще деньги не тратили, клали их в депозиты под 100 годовых. Вау, как это круто, через год у меня будет в два раза больше денег. Не берем сейчас вопрос кредитования, да, именно, что сдерживание денег, чтобы они не тратились в экономике, не ходили, чтобы они оседали у людей на руках, чтобы инфляция снижалась, чтобы рубль дорожал, чтобы на рубль был больше спрос, чтобы иностранные инвесторы, может быть, его покупали с целью похолдить, заработать на вот этом вот огромной процентной ставке. Очевидно, что когда процентные ставки подойдут к концу, неправильно, вернее, выражаюсь, очевидно, что когда их депозиты или облигации под высокие проценты подойдут к концу, когда инвесторы захотят выйти из этих активов, они выйдут с плюсом, ну, например, те же самые 100% через год, например, X2. Рублей просто станет больше, и через какое-то время рубль обесценится ровно вот на эти 100%. Это называется паритенд процентных ставок. То есть, если, допустим, в рублях 12% годовых доходностей, а в долларах, например, 5% годовых доходностей, то объективно выгодно взять кредит в долларах под 5 годовых, купить рублей, положить под 12% годовых, через год взять свои 12% доходности, погасить 5% по кредиту, еще и в плюсе остаться. Очевидно, что вот такой арбитраж, он происходит так или иначе, и это выравнивает на дистанции курс, просто рубль на эти же 12, ну, там на разный сюда 12 минус 5, на 7% рубль на дистанции упадет, в данном примере, как я сейчас рассказываю. То есть, по сути, вот эти меры с повышением процентной ставки, с продажей валюты, там даже с любыми ограничениями, они работают только на короткой дистанции, что видно как раз-таки было по беспрецедентным ограничениям 2022 года. Да, в моменте достаточно сильный был эффект, но на дистанции, что этот эффект был, что его не было, ну, да, 100 рублей за доллар, здравствуйте, посмотрим, что будет дальше. Рубль обесценивается, активы растут, не сберегайте деньги в рублях под подушкой, не покупайте депозиты на большую дистанцию, не кладите на большой срок депозиты, на большой срок не покупайте облигации, рубль обесценивается и непонятно, когда этот процесс остановится, непонятно, насколько рубль обесценится в будущем. Покупайте активы, которые дают защиту от инфляции. Акции на российском фондовом рынке, недвижимость как вариант. Еще есть ряд других активов, которые можете рассмотреть, ну, вот то, что лежит на поверхности, то, что все видят, то, что все используют. Еще раз покажу рост российского фондового рынка, номинированного в рублях. Не просто так это происходит, не просто так наблюдается корреляция с обесцениванием курса рубля. Инвесторы понимают, что деньги нужно сберегать. Ну, это как самосбывающийся прогноз работает. Все все понимают, действуют. Вот рынок вырос на 50%. Достаточно закономерно вслед за обесцениванием рубля. Инвестируйте, зарабатывайте, подписывайтесь на канал, следите за новыми выпусками. Будем обсуждать новости и дальше. Буду ждать ваших комментариев. Интересно, что вы думаете по поводу новостей, которые я только что перечислил. Не забывайте, что ссылка на БКС реферальная в описании с бонусом. Регистрируйтесь, за 5 минут онлайн вам счет откроет бесплатная комиссия 0% за покупки. Удачи!